Ремонт канализационно-насосной станции Соколовская в разгаре. Работы начались осенью прошлого года. Главная задача реконструкции – обеспечить защищенность от сбросов бытовой и фекальной канализации в Клязьму. В плане ведутся работы, достаточно многое сделано. Сейчас рассматривается концептуально другой насос. Один из насосов, которым мы хотим поставить, он нового поколения и, соответственно, более надежный в эксплуатации и производительности. Точные сроки окончания реконструкции пока называть трудно, однако предполагается, что работу удастся завершить в этом году. Далее на встречу с дольщиками ЖК «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. С последнего выезда на стройплощадку прошло около месяца. Динамика есть, правда, темпы недостаточно скорые. Тем не менее, работы ведутся. На сегодняшний день проведены взаимозачеты по материалам. Кровля полностью оплачена. Работы ведутся. Вся столярка находится, их 60% уже на объекте. Это остекление балконов, лоджий, стеклопакеты и так далее. Значит, по электрике у нас то же самое все сделано. В апреле заходят электрики. В местах общего пользы начинают делать кабельные линии. Динамика на стройплощадке есть. Мы предприняли все возможности и меры для того, чтобы получить дополнительное кредитование, чтобы закрыть все вопросы, связанные с финансированием работы. И я думаю, что, уверен, еще говорю, что будет достроено установленные сроки. Кроме того, предполагается и строительство школы. В рамках госпрограммы планируется возвести общеобразовательное учреждение на 550 мест. Сейчас ведется подготовка к проектированию объекта. Вышли на Андрея Юрьевича Воробьева с просьбой включить госпрограмму. Андрей Юрьевич, губернатор наш Воробьев, откликнулся на эту просьбу. Из девяти общеобразовательных учреждений шесть по госпрограмме идут, три за счет инвестора. Одно из по госпрограмме – это ваша школа. На встрече дольщики смогли задать интересующие вопросы и руководству районной, и застройщику. Такие встречи продолжатся. Следующие планируется провести после майских праздников. Очень полезно, очень полезно. Одно дело, когда застройщик обещает многим обманувшим, условно говоря, дольщикам. А другое дело, когда он дает слово главе администрации. В завершение Алексей Валов посетил дворовую площадку возле домов номер 2 и 4 на улице Жуковского. Здесь перед зимой в рамках программы по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков провели благоустройство. Подрядчики вымыслили пешеходные дорожки. Однако за зиму плитка деформировалась. На тротуарах появились ямы и бугры. Мы эти халтурщики проведем в порядок на следующей неделе. А дефектуем эти дорожки, составим акты дефектовочной ведомости и, соответственно, выставим претензии, чтобы они в короткие сроки, как только земля, как только земля оттает, чтобы они все это переделали. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».